Это странное происшествие на 255-м километре ЦКАТ облетело все российские СМИ. Версии загадочного, ни то ограбление, ни то представление обсуждались горячо. Со слов самой потерпевшей, вдовы Градского, картина выглядела так. Трое вооруженных мужчин спровоцировали ДТП, подсели к ней в салон, заставили доехать до дома в Нарафаминском районе и забрали 100 миллионов рублей. Марина Каташенко проживает в закрытом коттеджном поселке. На въезде высокий забор, КПП. Удивительно, но охрана ничего подозрительного не заметила. Не вызвала подозрения, когда она едет в окруженничек. Как обычно сюда? Приехала домой, как обычно, заехала, выехала. Какого-то подозрения. Машину помиловала. После ограбления преступники, как утверждает вдова, заставили ее отвезти их в подмосковную Апрелевку. Там они якобы пересели в белый Мерседес и уехали. В полицию Каташенко обратилась только через 7 часов после ограбления. Говорит, ее сильно запугали. Но это время, совершенно очевидно, оказалось на руку преступникам. И сработало в минус полицейским. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственные действия в доме вдовы Александра Градского велись всю ночь. В комнатах двухэтажного особняка то и дело зажигался свет и появлялись люди. А вы кем приходите жертвы? Одна из версий. Грабители работали по наводке и точно знали, что в загородном доме есть крупная сумма денег. 100 миллионов рублей вдова хранила под кроватью на втором этаже. По некоторым данным, за несколько дней до этой странной истории вдова Александра Градского Марина Каташенко вывезла крупную сумму денег из московской квартиры, которая располагается в центре города. Поговаривали, что прислуга в коттедже могла быть в сговоре с преступниками. Эту версию также отрабатывают в полиции. Кроме того, в СМИ стала распространяться информация о том, что ограбление вообще могло быть инсценировкой, чтобы скрыть деньги от других родственников. Покойный певец и композитор Градский был довольно состоятельным человеком. По некоторым данным, у него два дома в Нарфаминском районе, 9 земельных участков и несколько квартир. Градскому принадлежала коммерческая недвижимость в центре Москвы. 189 квадратов на первом этаже дореволюционного здания на Никитском бульваре. Просторная квартира площадью 400 квадратных метров в Сталинке, в центре Москвы. Еще один объект недвижимости рядом с метро «Кутузовская» и просторная трешка на Мосфильмовской. В распоряжении журналистов появились кадры из квартиры. Панорамный вид, просторные комнаты, дизайнерский ремонт. Кроме того, у покойного музыканта был хороший автопарк и порядка 300 миллионов рублей на банковских счетах. Все это по закону должно быть разделено на пять человек. Вдову и детей. Дозвониться Каташенко не удалось. По всей вероятности, весь сегодняшний день с ней работали следователи. Сын Александра Градского от первого брака, Даниил, общаться с журналистами отказался. Мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали историю, которая накануне произошла. Сейчас в СМИ информация... Я не комментирую ситуацию. Не комментирую ситуацию. Спасибо. Эксперты замечают, в этой загадочной истории много странностей. Во-первых, было упущено время задержать преступников по горячим следам. Во-вторых, замечают адвокаты, с наличными легче провернуть аферу, чем с любым другим имуществом, входящим в наследство. Обстоятельства произошедшего вчера ограбления вызывают очень-очень много вопросов у специалистов. В настоящее время происходит вступление в наследство, и подобные инструменты нередко используются недобросовестными наследниками, чтобы уменьшить так называемую наследственную массу. Подмосковные полицейские пока не разглашают детали дела. Не исключено, что как только следователи изучат записи с камер наблюдения на трассе, где произошло нападение, и кадры из закрытого коттеджного поселка, в деле появятся и первые подозреваемые.